Я хочу спросить, вот мы с Андреем в ноябре прошлого года встречались у вас в офисе, и тогда еще и ваши прогнозы и наши прогнозы на 2015 год были гораздо оптимистичнее, чем оказалась реальность. Вы помните это, да? И я помню вашу мысль о том, что любое частное предприятие в Беларуси может на 10-15% снизить затраты за счет внутренней оптимизации. Вот Сергей сейчас очень обстоятельно рассказал, как он оптимизирует свое предприятие, снижает затраты. Как МТБанк оптимизируется в 2015 году? Знаете, опять же я вот начну, наверное, с своего понимания, чем кризис может быть нам сейчас полезен. Вот рассказ Сергея, он совершенно справедливо говорит о том, что отсутствие кризиса позволяло пренебрегать, закрывать глаза на ту внутреннюю неоптимальность, которая, безусловно, накапливается, особенно в сытые годы, в каждом предприятии. И опять же вот кризис, ну все мы говорим, что мы в кризисе, это действительно плохо для каждого из нас, для бизнеса, которым мы работаем, это действительно сужение возможностей, сокращение спроса. Ну вот я в этом смысле такую аналогию вижу в известной притче про льва и охотников. Вот если ты идешь с кем-то на охоту на льва, и лев, соответственно, вдруг перестал быть жертвой, а наоборот, соответственно, бежит за вами, то здесь не важно бежать быстрее льва, важно бежать быстрее, чем кто-то из твоих напарников. Вот кризис то же самое, безусловно, важно бежать быстрее твоего конкурента. И даже в условиях сужающегося рынка, если кто-то из твоих конкурентов окажется слабее в борьбе с кризисом, ты можешь вырасти, ровно потому что сможешь забрать его долю, даже несмотря на то, что совокупный весь пирог при этом сократился. И вот это внутреннее осознание, что мы боремся, по большому счету, все-таки по-прежнему с конкурентами, конкретными конкурентами, обремененными такими же проблемами, зачастую не меньшими, чем мы, сильно мотивирует, по крайней мере, меня выводит из сознания, что все пессимистично, а наоборот радует. Потому что, опять же, я верю, что мы, как более гибкий, мобильный банк, окажемся в этом смысле быстрее адаптируемой, чем неназванные, неназываемые, тоже хорошие другие банки. Что мы делаем? Собственно говоря, наверное, мы пока еще не дошли до стадии сокращения персонала как такового. Ты еще с водителем ездишь? Да, я пока еще езжу с водителем. Буржуй. Ну, возможно, это просто такой стереотип статуса, что ли. Опять же, приезжаем в Национальный банк, может быть, коллеги будут не столь оптимистичны в оценке нашего состояния. На метро, на метро. Да, это следующая стадия. Так вот, соответственно, наверное, мы пока не перешли к непосредственному сокращению персонала, хотя, опять же, в рамках текущей загрузки мы отслеживаем и те подразделения, которые в текущей ситуации менее, ну, объективно менее востребованы, переводим их на формат отпусков, ускоренных отпусков, сокращенное рабочее время. Ну, условно говоря, самое типичное в этом смысле. Есть такое понятие удаленных рабочих мест, которые выдавали массовые потребительские кредиты. Соответственно, вот в период времени, когда этот кредитный спрос снижен, мы их всех распустили. Но при этом сохранили возможность вернуть, когда, как мы надеемся, рынок восстановится. Извиняюсь, распустили это, уволили или пока неполная рабочая неделя? Именно отпустили в отпуска, соответственно, перевели на неполные рабочие. Поскольку они находятся на суммированном рабочем учете рабочего времени, соответственно, их можно фактически использовать в те периоды времени, когда для этого есть смысл с точки зрения потока клиентского. С точки зрения зарплат, опять же, мы тоже сейчас находимся в ситуации неготовности индексировать долларовые эквиваленты зарплат до кризиса. Но я бы сказал, что такая возможность появилась и у Сергея, и у меня, и у других руководителей, только потому, что рынок сейчас это позволяет. Опять же, мы понимаем, что прежде, когда рынок платил свои 600-700 долларов, каждый из нас вынужден был платить 600-700 долларов, чтобы удержать важный персонал. Сейчас, поскольку в целом совокупный рынок, опять же, работодателей пока еще или, возможно, навсегда не осуществил индексируемость зарплат, соответственно, совершенно рационально и логично это не делать и нам. Что еще с точки зрения оптимизационных действий? Опять же, моя глубоко убежденная, что лучше начинать экономить все-таки не с людей, а с бумаги, которая все стерпит. Здесь, вот, словом бумага, опять же, я понимаю, то есть не вот фигуральное выражение канцелярки, а в целом все процессы. У нас их очень много дублируемых, которые при более тщательном нормировании, даже начальном нормировании рабочего времени, становится понятно, что человек занимается зачастую работой, избавлением от которой не прибавит и не убавит ценности бизнесу. Вот, соответственно, вот этот процесс внутренней бизнес-оптимизации, опять же, кризис лишь более делает необходимым и своевременным. Это мы делаем, опять же, тоже постоянно и усиленно. И на сколько процентов вы оптимизировали затраты? Ну, опять же, если вот на уровне такого некого прикидки бюджетного, то мы сейчас примерно на 25 процентов сократили свой бюджет с точки зрения операционных, вне реализационных расходов. Спасибо. Спасибо.